Четыре года колонии строгого режима, 5 миллионов рублей штрафа, конфискация имущества и запрет занимать государственные должности. Сегодня бывшему директору депобразования администрации Омска Илье Дубину вынесли приговор. Точка в коррупционной истории, которая длилась более двух лет, поставлена. Однако супруга экс-чиновника не смогла справиться с эмоциями. У женщины случилась истерика. Наши корреспонденты передают из зала суда. Приговор суда супруги Дубины слушали, опустив глаза. Жена экс-чиновника Софья Кузнецова приготовила носовой платок. Еще накануне адвокат Дубины заявил, что не рассчитывает на оправдательный вердикт. Слова виновен, похоже, для супруги Ильи Дубина прозвучали как гром среди ясного неба. Кузнецова начала плакать, когда Инна Ермолаева еще читала результативную часть. От объективов камер Дубин закрыл супругу с собой. Кузнецова еще понадобятся силы. Четыре года, пока муж будет в колонии, и предстоит одной воспитывать ребенка. Бывшего директора департамента образования Омска признали виновным по всем 27 эпизодам получения взяток. Главным преступлением стала взятка на сумму почти 900 тысяч рублей от директора центра питательных смесей. Откат Дубину за помощь в заключении контракта на поставку йогуртов в омские школы. По остальным 26 эпизодам Дубина освободили от наказания. Сроки давности истекли. Два года назад основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверок ОФСБ и УМВД России по Омской области. Дубин был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным. И при его личном досмотре были изъяты ряд денежных купюр, которые выдавались в качестве денежных средств, предполагаемых как предмет взятки. И серийные номера которых были помечены путем переписывания и копирования. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Судом постановлено применить статью 64 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это назначено наказание ниже низшего предела предусмотренного санкцией статьи. Нами предлагалось наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием также наказания в исправительной колонии строгого режима. Перед долгой разлукой жена осужденного положила ему в карман крестик. Кузнецова просила конвой дать возможность супругу переодеться. Правоохранители были непреклонны. На запястьях Дубина защелкнули наручники. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда. 4 года бывший директор депобразования администрации Омска проведет в колонии строгого режима. Еще вчера в интервью Илья Дубин признался, что верит в лучшее, в то, что вернется домой. Надеюсь, что вернусь обратно к своим родным и близким. Дома всех ждут. Все хорошо.